итак друзья тема нашего ролика это правильное заполнение декларации w8bin что это за декларация и зачем ее заполнять ну всем известно что для того чтобы монетизировать свои ролики которые вы размещаете в ютюбе необходимо вступить в партнерскую программу adsense вступить в нее можно когда число ваших подписчиков превышает 1000 и количество часов просмотров превышает 4000 adsense предложит вам заполнить первичные данные о себе включая почтовый адрес на который вышлет вот такое письмо физическое письмо оно пойдет из-за границы поэтому обязательно заполните свой адрес очень корректно письмо будет содержать пин-код еще раз говорю это не электронное письмо а физическое письмо который будет опущена ваш почтовый ящик она будет содержать пин-код который вы введете в специальном поле в личном кабинете интерфейс довольно простой поэтому я не буду углубляться в рамках этого ролика в то как ввести этот пин-код как только вы введете этот пин-код вам будет предложено заполнить налоговую декларацию по форме w8bin что это за декларация дело в том что получение физическим лицом какого-либо дохода в виде процентов дивидендов или роялти и так далее от источников соединенных штатах америки а google это все-таки американская компания предусматривает уплату налога в размере 30 процентов за вас эти проценты должен заплатить google и соответственно ваша монетизация будет меньше на вот эту сумму на 30 процентов в избежание подобных проблем у сша с некоторыми странами ну скажем так с большинством стран заключены соглашения о избежании двойного налогообложения и вот как раз чтобы подтвердить что вы не гражданин сша вы не юридическое лицо вы индивидуалист скажем так да как вот тут написано индивидуал вот предложено заполнить вот эту декларацию заполнив которую соответственно у вас будет ставка налога либо минимальная либо вообще равняется нулю и вы должны будете уплатить налог только в личном кабинете на сайте налог.ru в российской федерации итак друзья давайте с вами приступим к заполнению декларации вы будете заполнять в личном кабинете adsense на экране компьютера клавиатурой но сейчас для наглядности мы ее заполним в бумажном варианте ручкой три правила первое декларация заполняется на английском языке латиницей второе те строки которые должны остаться свободными остаются без каких-либо знаков свободными без прочерков крестиков букв z и так далее и третье совершенно не обязательно чтобы например ваше имя его написание латиницей совпадало с тем как она написана в загранпаспорте главное чтобы вот эти данные совпадали с теми которые вы первично указывали в личном кабинете для того чтобы вам пришло физическое письмо с пин-кодом итак начнем name of individual александр и ва нов есть country of a citizenship не пишите раша если у вас россия пишите russian federation руси ан-фе-де-ра-ти-он терминит резиненс адрес индекс и ваш адрес дальше будет город и страна это чуть позднее сто девятнадцать четыреста пятнадцать ленин ски-п-рос-пе-к-т сто девятнадцать к в сто двадцать видите можно писать обычно ну как бы по-русски латиницей city of town ну соответственно пишите свой город в данном случае москву country снова русиан федерация дальше дальше мы заполняем индивидуальный номер налогоплательщика он есть у вас в личном кабинете на сайте налог точка ру ну некоторые его там в кошельке с собой носит поэтому обязательно заполните этот номер он по моему с 12 цифр состоит если мне память не изменяет ну окей заполняем номер дальше дата рождения дейта берд но в особом формате сначала месяц ну допустим март 0 3 месяц допустим вы родились 8 числа 0 8 число и год 1990 окей дальше снова вы запишите резидент какой страны вы являетесь где вы будете бенефициаром этой монетизации снова россиян третий раз повторяем одно и то же иди ра ти он russian federation дальше все остается свободным в поле подпись понятно что на компьютере вы не можете подписать поэтому вы пишите снова вот здесь свое имя print name of signature александр иванов и дату заполнения этой декларации снова в этом же формате месяц день год там 0 6 месяц 20 число 2021 год все и нажимаете кнопочку отправить три дня она где-то будет обрабатываться и в вашем личном кабинете появится появится запись о том что необходимо внести способ получения дохода очень не рекомендую вносить чеки во-первых чеки обналичиваются процентами в банках российской федерации ну во вторых это вообще не наш культурный код лучше всего получать деньги на расчетный счет но опять же это мое личное мнение никому его не навязываю ребята повторюсь внимательнейшим образом заполняйте данную декларацию она поможет вам избежать так называемого двойного налога обложения и деньги которые вы заработаете если они превысит 100 долларов в определенный месяц 20 числа следующего месяца будут поступать вам указанным вами способом вот таким образом заполняется эта декларация w8 bin ничего в принципе сложного нет надеюсь что ролик был прикладной полезный спасибо за внимание подписывайтесь на канал и всего доброго